привет дорогие зрители и подписчики канала с вами снова артур мы продолжаем бояться в игре литая и на самом деле реально боятся потому что здесь что-то ненормальное происходит но при этом очень интересная то есть игра она вот такая вот то есть постоянно происходит какая-то ерунда ерунда мы уже поняли что в этих шахтах мы не одни кто нас преследует но пока еще не гоняется но как вы понимаете всему свое время на острове свирепствует какая-то эпидемия и что нам делать не совсем понятно так что я хотел здесь вообще получить на самом деле дайте-ка вспомнить прошло довольно много времени с того момента как я играл последний раз мне нужен защитный костюм точно я помню и здесь настоящий лабиринт давайте-ка я сохранюсь а я уже сохранился типа из этих шахт по ним ходит какой-то непонятный мужик непонятный и стрёмный определенно и нам надо из этих шахт выбираться не думаю что это произойдет ближайшее время потому что я узнал это игра твою мать узнал что эта игра в общем она довольно длинная первый эпизод проходится часов за шесть где-то наверное так что мы в нее будет недельку поиграя наверно может больше так что я точно могу сказать это то что внизу в одном месте был защитный комбинезон нужен но в другом похожем месте когда я ходил я там вполне себе справился без комбинезона может попробовать и сейчас это дело как думаете потому что в целом я думаю что у нас как бы путь на поверхность он уже есть а ну-ка а понятно я сюда тупо спуститься не смогу а здесь у нас проход в котором я был ну да ну да соответственно нам с вами нужно попробовать сейчас следующее у нас еще один спуск был прямо на подходах а теперь когда я включил освещение я вижу что понятно все понятно твою мать теперь когда я включил освещение нет уже как-то не так нравится честно говоря хорошо и как мне пройти тогда эта дверь у меня не откроется ни в коем разе я уже вижу мужик какой-то лежит туда пройти я не могу потому что там ну все пипец затопило ладно давай ходить в итоге думаю выясним куда нам с вами нужно я так понимаю этого товара я был сейчас реально взял бы лопату или кирку лучше бы взял лопату лопаты можно очень неплохо повредить кому угодно хоть ты там ксеноморфом будь ладно спрыгнем здесь аккуратненько мне просто нужно осмотреться потому что я последний раз я играл ну тут очень такая запутанная на самом деле архитектура серьезно лифт работает значит я все сделал правильно поехали пожалуйста мне не нравится это место написано к поверхности это значит что ну поверхности наверно поднимаемся судя по тому как мы поднимаемся ничего хорошего то не получится давай родная прям наверх прям к поверхности не надо никаких приколов нам ничего не надо просто добираемся сейчас до деревни находим связь и выбираемся с этого острова есть просто подозрение что этот мужчина который за нами здесь ходит он не единственный недоброжелатель а черт его знает игра вообще отличная пока что не знаю прям как надо и чё а ну ладно о отлично давай 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 бить влазь родной давай быстрей ну ну серьезно ну давай ну я так и знал давай держи за что-нибудь я вообще вниз куда-то улетел я ниже чем был ну твою мать ниже чем был я причем ни на секунду не сомневался что вот вот оно именно вот так вот и будет оно вот так вот и есть я был уверен что я найду кого-то в шахтах но все эти туннели заброшены где все пятьдесят как минимум троих людей нашли кучу скелетов нашли да 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 вставай родной вставай ну тут мы по крайней мере не были как я тут оказался я понятно понятно ох и дерьмо но все как обычно я не сомневался на самом деле подожди а там чё а там же завал точно я просто хочу проверить может тут чё есть походу нет да действительно куда же все подевались чувак тут трупы кругом на каждом углу похаваем хотя бы верно лишним не будет ладно пойдем в дыру в стене но я не знаю я не уверен что это куда-то нас уведет вот тут еще у нас и пожар ну отлично еще труп такое ощущение что я в самом логове там где надо да что тут скажешь ничего тут не скажешь какой-то коллектор что ли так ладно судя по тому что здесь столько вот всего я думаю надо просто либо по либо против часовой стрелки двигаться и тогда я найду все что мне нужно хотя на самом деле единственный путь у меня это путь вон туда я думаю там я выключу давление на этих трубах и пламя уйдет это не майк давно лежит давно давно так 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 и так так Серьезно, твою мать. Оно сюда идет, блядь. Тихо, 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 тихо. Что делать-то? Я скажу вам честно, нас, по-моему, возьми кирку, чувак. Тихо. Ясно. Ух, перетернуло. Так, мне не нужен тот свет, не надо, не надо мне его. О, поверхность, отлично. Тому неудачливому читателю, вот тебе немного еды, чтобы тебе помочь. Или можно сказать... А, тому удачливому читателю, которому достаточно повезло, чтобы найти мою помощь, типа, на вот тебе еды. Или должен сказать я несчастливому читателю из-за того, что ты здесь. Я не уверен. Может быть, вообще, нет, никто не прочитает, но я уверен, что... Я хочу убедиться, что кому-нибудь я в итоге все-таки смогу быть полезным. Мне это уже не нужно. Уже не нужно. Ты же не умеешь подниматься по лестницам, да? Ох, давайте еще пониже пойдем. Почему бы нет? Почему бы, мать его, нет? Ну, неплохо я его обставил, так, на самом деле. Так, теперь нам нужно просто нормально прыгать. Прыжковое упражнение. Все как обычно. Никто не сомневался, что будет вот так вот все. Ой, господи. Давай, родная. Аккуратно. Ладно. Он там, я здесь. Все хорошо. Ты знаешь, я просто вот это вот его увидел. Я даже не то, что испугался такой. Ну ладно, такой. Я этого ожидал. Так, склад. Склад закрыт. Я кого-то слышу поблизости. Тихо, тихо, тихо. Было очевидно, что меня эта штука обожжет. Кровь. Много крови. И неплохая нычка. Еще кровь и сохранение. Так, подожди, это дверь. Запрещенная зона, а там что? Так, это, походу, не откроется. Это про это они говорили, что там запечатывали восточные выходы, там туннели и тому подобное. Похоже, что я на правильном пути. Мои новые техники дают невероятно эффективный тип восстановления. Чем больше я экспериментирую, тем больших успехов я добиваюсь. Начал использовать тинктуру более часто. И, в общем, короче говоря, он начал эту черную жидкость, которую исследовал доктор Розенберг, начал и на себе испытывать, принимать ее в себя, потому что у него были мигрени. И таким образом он с этим делом боролся. Зачем, спрашивается. Ты же не знаешь, какие у него могут быть побочные эффекты. Доктора. Ох уж эти доктора. Это что за гермодверь? Ну, по радио, как обычно, ничего хорошего. День 349. Связи все еще нет. И нужно выяснить, как отсюда выбраться. Что с нами произойдет? Где мы вообще? Я бы тебе сказал, где вы, но я думаю, вы и сами знаете, что в жопе, да? Как мышь. Сталсовая мышь. Гостов Дотейл. Это кто это? Это погнул. Господи, куда я лезу вообще? Куда я, мать его, лезу? Ого. Падать еще далеко. Так, дай я тебе кирпичи стряхну. Пока что их не то, чтобы много, но я думаю, это так. В кредит мне, в общем, их выдали. Тихо. Че это? Че это? Эта шахта просто реально какая-то бездонная. Так, ладно, аккуратненько. Давай, давай. Опа, сюда. Отлично, молодец. Живой. Орел. Теперь, чтобы попасть туда внутрь, я не знаю, что мне нужно сделать. Но вот сюда, допустим, если я прыгаю, то я внутрь туда не попадаю. Там, в принципе, ничего важного-то не было. Но там можно было похавать. Похавать это... Ох, жесть. Это не последний этаж, там еще один есть. И, походу, там еще один есть. Слушай, я тогда прыгну вообще, нет? Ну-ка. И не очень прыгаю-то, на самом деле. Оп, тихо, спокойно. В прыжках я стал со временем неплох. Очень неплох. Так, лифт. Доступ к нему. Вправо. По лестнице. И туда. Угу. А тут кнопки не работают. Ну, ясно. Шахтер! Ты тут, нет? О, понятно. Полазить придется. Я что-то ненавижу такие. Ненавижу такие места. Так, а там что? Короче, вот на эту бочку лучше забираться, а с нее делать, потому что иначе получится дичь. А тут я проверял? А, тут ничего нет. Ясно. Понятно. Да можно так тупо подниматься, вот и все. Да давай лезть уже. Слушай, а может мне туда стоило пройти сначала? Ладно, разберемся. Вообще не понимаю, честно говоря, куда я иду. Но сейчас, походу, я возвращаюсь. Нет? Ну, типа... Типа-типа. Ага! Вот оно что. Покушать можно. Уже хорошо. Ну, наш друг, я так понимаю, где-то здесь. Не работает. Неплохой кружбан сделал. Хорошо, вернусь я как... О, прикольно. Там еще какой-то пролаз. О, вентиляционный воин. Спокоен. Кушай, кушай, родной. Иначе мы не пролезем. Тихо. Я не знаю, вот так прикинь, в такой ситуации оказаться, да? Ты же просто охренеешь вообще. Ага, понятно. Так, ну вот тебе лифт. Че, серьезно? День 351. Никас исчез. Бедняга, у него не было никакого шанса против рабочего в костюме. Кто он такой? И почему он пытается нас убить? Если мы сможем добраться до лабораторий, тогда у нас будет шанс увидеть дневной свет снова. Слушай, я все понимаю. Я сейчас куда-то вниз поеду, но, блин. Там еще столько всего было. Я не знаю, я просто все филигранно сделал как-то. Но там еще туалеты были вот это вот. Может быть, я сейчас очень большую глупость совершаю, но я должен проверить эти места. Может быть, там будет что-то, что мне поможет. Почему бы и нет, верно? Главное, все плохие звуки, они отсюда исходят. Туалет, ты по сортир. Серьезно? Еще одна игра, в которую надо ссать. А у нас культурный парень, да? Нет, чтобы там на стенку поссать. Все равно никто не увидит. Не, вы не подумайте. Я так не делаю, если никто не верит. Господи, сколько тут всего. Так, ладно, если что, забойку себе делаем. В плане того, что... Нам с вами сразу, если что, в лифт и уехать отсюда. Так, но эта дверь не откроется, она запечатана. Понятно. Здесь тоже откроется, только с другой стороны, нет? Нет, смотри, открывается. Я думаю, это не очень умно, но у меня есть ощущение, что я сам открываю дорогу этому сраному рабочему, который отрубил голову. День 347. Выбраться из прибрежной шахты было не очень легкой задачей. Дорога, которую вела в офис начальства, ведет через деревню, которая полностью покрыта тонким слоем черной жидкости. В общем, по радиусу в 200 метров. Нет никаких шансов, что мы пройдем этой дорогой и останемся в живых. А обходить все это место через горы займет, по крайней мере, день, если не больше. Мы решили встретиться с другими группами в офисе, но все, что мы нашли, это закрытые двери и сломанные машины. Ну, механизмы, я имею в виду. Мы заперты в ловушке, кто знает, как глубоко под поверхностью. Так, слава богу, эта дверь не открывается. А вот эту дверь я бы на самом деле прикрыл. Ох, как глупо, господи, нахрена я это сделал? Он же пройдет теперь сюда. Видите ли, поворачивать вроде не надо. Это от меня звуки были? Я уже пересрал. Серьезно. Тут я поверху проходил, ну да, ну да. И что, и все? Мне тут больше ничего не надо? Ну, типа, там я был просто. Ладно, это на самом деле большое облегчение. Давай покушаем тогда. Мы где-то пропустили еще две записки. Не то, чтобы это было критично, но, блин, они интересные реально. Кушай, родной. Так, ну и теперь этот громозека может сюда пройти. Это круто. Все, погнали. Давай наверх, ладно? Наверх. Ох, конечно. Какой же нахрен наверх? Внизу тоже неплохо. Почему бы не спуститься еще ниже? Какого же хрена ты творишь? Можно мне, пожалуйста, автосейф? Я не хочу. Если я умру, я буду начинать все сначала. А умереть здесь легче легкого. Короче, я все, я против. Так, хорошо, ребята. Нам с вами повезет. Архивы. Так, дверка приоткрыта. Я думаю, что там вот эта вот стволовая шахта. Сейчас, ребята, сейчас я пойду. Архивы не поддаются. Ну да, ну да. Там снизу глубоко подо мной еще что-то есть. То есть нам еще ниже надо будет спуститься. Я вам говорю. Так и будет. Да кто там грохочет-то? Хотя, ладно, хрен с ним. Я знаю, кто там грохочет. Нам, походу, здесь надо спрыгивать. И туда. Конечно, тут ничего не работает. Короче говоря, у главных героев таких игр у них у всех одна и та же проблема. Они могут себе взять какую-нибудь, я не знаю, лопату или кирку, и тогда бы я себя чувствовал заметно, спокойнее бы. Вот что ни говори. Но с другой стороны, когда в хоррорах тебе дают оружие, хоррор становится такой, в общем. Это уже не хоррор, это какой-то кривой слэшер. Поэтому лучше не надо. Не поддается. Да давай, ну. Ого. Неужели я приблизился куда-то к дну этого места? Ого. Фига я поднялся. Так, ну, типа... Здесь нужно защитное оборудование. Ага, у меня его нет. Что делать? Не трогать механизма, написано. Конечно. Именно что трогать не будем. Ой, ну нет, только не это. Так, это мы не откроем. А ну, давай сюда. Все, погнали. Нужен фонарик. Просто фонарик необходим. Хотя бы каску. Это шахтеры тут, я не знаю. Неужели ни у кого каски нет с фонариком? Здесь у нас обитаемая зона. Супер так. Тихо, не беспокой. Он сюда скидывает людей, я тебе говорю. Это все его работа. Ему, наверное, этому сошедшему с ума шахтеру кажется, что он избавляется от чумы таким образом. Что он с ней борется. Он убивает людей, заматывает их в эти мешки. Но я-то еще живой. Я-то нормальный. Это он расставил, я понял. Это он и ловит. Там еще. Да японская мать, они кругом. Так, спокойно. Я же не буду прыгать вниз сейчас, да? Я буду прыгать вниз. Ну, как обычно. Но кто же сомневался-то, ну. Если все может пойти через жопу, то оно пойдет через жопу. Так и будет. Тихо. Тихо. Ну, я не сомневался. Да блин, давай. Быстрей. Он прям здесь, короче говоря. Самое главное, не мандражи. Отлично. Только подумал, что сохранения давно не было. Слушай, это не от него звук там. Как будто кто-то дышит, короче, в противогаз. Давай-давай. Аптечки что-то пока вообще не пригождаются, но я думаю, это временно. Вот, на. Давай. Оп-ля. Оп-ля. Оп-ля, говорю. Ну ладно, хирстовый. Так, и все, мы идем к нему вниз. Круто. Да, вон еще одна аптечка. Отсюда я, конечно же, не возьму. Никто и не сомневался. Так, тихо, спокойно. Ах, спина болит. Сегодня был херовый день. Дверь не открывается. Ладно, погнали потихоньку. В нем, что плохо в этом шахтере? То, что его не слышно практически. Ага. Вот именно что. Пошел нахрен. И че? И че делать? Давай охерели что ли? Я там хер пройду как. Это вообще невозможно. Я в такой жопе. Ой, мама. Че ты как теннис? Да я хер допрыгну. Дверь откройся. Так, ладно, я тут не пройду, потому что он прям там ходит по ощущениям. Ох, твою мать. Посидим, подождем, ладно? Я вообще не могу понять просто, где он есть. А еще я не знаю, куда мне идти. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Все нормально. Слишком тихий. Как тебя вообще понимать, если ты такой тихий? Тебя же хрен... где он есть и куда мне идти он есть лампа хорошие тебя прошу конечно ну вот сюда нам надо короче ты не шуми ты что ж ты творишь дебил смысле куда я попал а он тут меня не может поймать мужик прости есть чё слушай это неплохой обход только не пойму куда а понятно за аптечкой пошли ну ладно а зачем я это делаю пипец попал опять до какого хрена происходит ладно в итоге видимо все норма все хорошо что это тут реально лаборатория какая-то что ли конечно же ничего не работает ну конечно как же иначе то ой давай умоемся с точными водами реально это уже какой-то перебор потому что персонаж на она попни как чушка да твою мать еще не игра вообще очень прикольная но монстр но он не монстр он как бы человек но он туповат я бы сказал хорошо так что мне это дает по сути то наверх я никак не запрыгну да походу походу никак день 352 я сегодня себя не очень хорошо чувствую я потею и ноги мои дрожат может быть нам нужно провести ночь здесь и немного отдохнуть я уверен что парню это пригодится он мало разговаривает да и как он может разговаривать его отец был убит прямо у него перед глазами всего несколько часов назад мы сами с трудом выбрались мы бы и не выбрались наверное оттуда если бы не никос считаю это аптечка ладно так ничего покрутить не надо ничего господи эта игра мне будет сниться возьми лопату парень так тут вроде ничего кувшин откуда столько кувшинов вообще так аккуратно я сначала сюда посмотрю в окошко а потом уже буду двигаться дальше японская мать выход люблю слово exit это просто хорошо так вентиляция а ну подожди у меня есть определенные подозрения по поводу всего вот этого вот день 355 это ужасная сыпь на моей коже сводит меня с ума думаю я показываю признаки отравления я с другого с трудом могу шевелить своими ногами иногда я чувствую в общем вспышки ярости так что у меня аж кровь закипает не уверен в безопасности ли со мной мальчишка дальше он должен идти сам я не думаю что я справлюсь с этим в любом случае я надеюсь что парень не заметил но я начал кашлять кровью сегодня он уже через многое так прошел поэтому я не хочу волновать его если он сможет достигнуть лаборатории то может быть он сможет привести мне какую-то помощь я просто надеюсь что он справится ради его блага и моего так все записки находим короче говоря ты и есть майк да майк 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 а кто там бубнит сейчас ребят смысл кто-то кого-то там убил здорово зачем в итоге сюда ходил только за этим не понравилось и чё ладно пошли так этот винт явно чем-то надо стопорить или может быть нам вообще сюда не надо давайте попробуем пройти сюда а ну паутинка кругом ох прелесть так ладно нет пока не ладно давайте знаете до сейва дойдем и будем на сегодня заканчивать а так я уже что-то как-то этот хочу здесь находиться я хочу отдохнуть давит атмосфера на мозги пипец так ну чё-то я повернул наверное я , лифт может быть или что там за экзит а вот оно чё и за спиной как обычно сейчас да нет ну ладно ну серьезно выпрыгивай из этой тачки парень ты чё творишь то ну ладно поехали главное на самом деле что подальше от того паренька который ходит с этим топором своим что за безумие рулит этим местом я вижу и слышу странные вещи и моя жизнь в общем что моя жизнь в сравнении и не знаю короче говоря он говорит про то что наверное это не очень нормально кто же был этот человек ли что это такое я должно быть схожу с ума возможно темно такая господи о понятно так ну здесь с безопасностью примерно то же самое короче говоря давай приходи в себя я думаю это услышали все кто-то в шахте были то что такой грохот был грибочки кругом какого хрена а что использую правую кнопку мыши чтобы взаимодействовать с объектами перед тобой а у меня мана какая-то вон у меня смотри есть но это неожиданно на самом деле я честно говоря даже немного в шоке скрол а тут еще короче дистанцию убираешь на которую ты ее кинешь да или ты сразу много можешь поднимать ну-ка вот допустим стоят они тут вдвоем так только один а так и еще что не я не знаю ладно допустим ясно я теперь обладаю супер силами я прям супер человек я в ой ладно давайте на этом заканчивать короче говоря вот так вот неожиданный поворот сюжета у нас под конец напоследок игра очень прикольная в ней в ней есть как и целая атмосфера и она реально очень красиво выглядит но при этом сверхспособности что как это как это вообще ясно как это вообще работает короче говоря все ответы на эти вопросы вы увидите в следующих сериях сейчас не забывайте комментировать и ставить пальчики вверх увидимся с вами был артур всего хорошего и всем пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok